Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, рун контроль на топе ДимаTorzok Ну, кстати, там и так можно две точки стакнуть на Dairos'ом лесе Если уж совсем постараться Но Вингой, вот такими героями, как Vengeful Spirit или какой-нибудь Shadow Demon, который сейчас очень редко пикает Им можно огромное количество точек сразу же стакать, это приятно для твоего кэри, когда он приходит, а у тебя там за 5 минут 4-5 спаунов на двух точках, особенно для SF'а Ну, но Фер у нас занимается тем, что Ancienters стакает, тоже понятно Вот интересное противостояние Фанника против EGM'а, продолжает он забегать на полы и часть крипов для себя воровать И очень неуверенно себя чувствует, он смотрел, сейчас пойдет в размен с EGM'ом Он может его, кстати говоря, даже убить, смотри, шарды, он запирает EGM'а, в итоге, правда, тот проедает елку и спасается EGM, в принципе, своей задачей достиг, основная цель, вот, зачем он пошел в размен, это чтобы Фанник не сделал бодиблок на спаун и появились крипы Да В итоге у EGM'а это получилось и можно дальше продолжать пулить Ну и в миде, смотри, вот интересный момент, нету вардов, у клеверов снизу, вот только один и знают они то, что руна инвизорубик забрал И нужно стоять аккуратно, то есть к Пайкату сейчас нет никакого смысла подходить, поскольку Найт Сталкер снизу рассказывает А сверху Фанник в те время забирает соло-аппарата, здраво, Глеб? Ну, у него даже не было орбов Венома какого-то, чтобы вот так гнать этого аппарейшна Скорее всего, он его просто запер шардами и заковырял там через сноубол Отличная работа На боте, тем временем, тоже Секси Бомбу старается играть активно, но тут он получает руки-двораж Немножечко поопаснее герой у Найт Сталкера, нежели чем у Пускара Ну, вот чуть-чуть не хватает хвосту, буквально, чтобы добить оппонента Так, ну и сверху, вот интересно, что дальше будет делать кавера с Тасиком Потому что сейчас он становится настоящей головной болью для Эншент-аппарата То есть можно как-то попробовать, конечно, его дальше харасить Но в целом Тасик, который принесет тебе, может быть, баночку или сапог Да-да-да, он уже ташит Он будет его убивать Да, вот боттл есть И аппарату нужно теперь очень аккуратно играть Ну, Resolution, ну, в общем-то, не обязательно, скорее всего, прям этот боттл обузить Потому что у него есть саппорт в миде, который может ему руну подконтролить С другой стороны, там и Вингайс, который также может руну подконтролить И Сакса сейчас стоит рядом со своей командой на топе Возможно, будет пытаться как-то поймать этого Тускара, но убить Паника тут очень тяжело У него много хитпоинтов есть Станы, дизейблы различные Ну, игроки, которые на Тускарах играют Они умеют, скажем так, из тяжелых ситуаций находить выход Даже из самых таких тяжелых Да, но вот сейчас Винга Она забустила Шадуфинда Получила приличное количество урона Плюс может обузить баночку И в целом Винга на миде больше не нужна Шадуфинд способен добивать крипов сам И, если что, откидываться кайлами Плюс у него есть стаки в лесах Поэтому Винга уходит наверх, чтобы помочь своему брату И в это время Фанник чувствует, что один против троих Один против троих стоит тяжело Просто продолжает бегать и забирать руны Да, он проконтролил рун, забрал баунти руну Сакси-бамбу получает рутбараж Его тут вряд ли убьют Он отвешивает войд хвосту У хвоста, кстати, есть фласочка Но проблема у Фанника Заходит на него Эмберспирит Также ЕГМ начинает нарезать Нет никакой помощи Подходит сюда Даззл И... Ай-яй-яй, Грейф не успевает Науфир дать Грейф был первого левела Но если бы Науфир подошел бы чуть поближе Скорее всего, у него получилось бы засейвить Фанника здесь Странно как-то получилось Ну да ладно Резолюшну нужно получить свой шестой уровень Чтобы хоть какую-то, скажем так Опасность представлять для Шедоу Финда Потому что на ноге он его банально не догонит Вот за счет трапы он может его догнать Ну, с каким-то плюсами, естественно Если там подойдет либо Даззл Там ручками тоже потыкает Второй Грейф получил Науфир Тут теперь чуть попроще будет сейвить Но грамотно клевера поставили вард Лейн вард, да, вот Нико прекрасно видит Шедоу Вейф его не дамажит Он врубает Флейм Гвард и начинает щемить Науфира Может прицепить его чьиной, но там есть шарик Надо брать шарик и в ЕГМа И должен полететь в ЕГМ сейчас Но почему-то полетел в Нико, а Паник еще один Шедоу Вейф Да, в Нико, а Паник полетел Еще один Шедоу Вейф Неплохо он продамажил самого Эмбер Спирита Но никого убить не получилось Чуть бы пограмотнее скастили бы скиллы Эмпайр Возможно, они Оперейшену бы в Таверну бы отправили, кстати Сейчас очень хорошо пользуются поддержкой своих хрипов Приходит Дазл и, казалось бы, это не самый атакующий герой Но вот благодаря тому, что крепы за тебя воюют И ты наносишь урон через них То мы видим, что у Нико небольшие проблемы сверху Ему нужна поддержка Ну, фарм Нико явно контестится Тускаром Вот Герокоптер абсолютно прифармит на боте Он даже позволяет себе лишний раз задавить за Найт Сталкером Кстати, что он с Найт Сталкером делает? Он регенится на боте и портится на топ Смотри, вот он чувствует, что ночью он способен сделать очень много неприятных вещей Правда, Фаник должен его сейчас на варде увидеть, который вот-вот упадет Да, Фаник его прекрасно видит Летит Римнан, Фаника подцепит Шара нет, нет маны на шар Мы повесили Сайланс, мана появилась, но он не может его скастить Покупает телепорт, Фаник понимает, что погибнет здесь Отличная игра от Бамбу Он как нельзя лучше Понимает, что снизу Герокоптеру с 7 уровня Точнее, 6 уровня с фейзами он вообще ничего не сделает Каждый раз, когда ты будешь подходить, пробовать добивать крипа Герокоптер будет тебя прогонять Ну и раз уж настала ночь, то самое время счастья на других линиях искать Но вот Нофир погибнет, ему надо сразу на себя вешать Грейв Потому что там будет урна и Сайланс Вот Сайланс, Нофир пытается мансить Хотя, погоди, погоди Висит урна, есть Шадоу Вейв Себя подфилил Нофир И подходит Фаник, Фаник рывается на Бамбу Надо трапу, трапу взорвать, Резолюшн, трапу не взорвал Ай-яй-яй-яй-яй Можно было убить, можно было убить Ну ладно Хороший был бы фраг, кстати Пятого левела у нас Найт Сталкер Ну, Резолюшн занят тем, что он стакает эншентов Там, фармит их постоянно на хит-н-дране То есть, пролит своего героя Сейчас интересный момент абсолютно Винга хотела забрать курицу, но Понимает, что летит она аккуратно И, может быть, попробует обойти Даззла Которого все еще и изгрейт Вообще, не самая такая лучшая цель для атаки Все-таки Даззла, это суппорт пятого уровня За него ты получаешь довольно мало И, возможно, стоит пойти просто продолжать стакать леса Потому что есть кому эти леса выфармливать Ну смотри, клевера сейчас совершенно палец о палец не ударили Для того, чтобы помешать Резолюшну забрать этих хэншентов Хотя они прекрасно понимали Винга, правда, сейчас застилила жирного дракона Получила 187 золота Резолюшн в ярости Он бежит за ЕГМом Пытается атаковать его Летит стан Резолюшн и выйдет этот стан Гонится за ЕГМом Но не замерзает Пытается до конца играть Резолюшн Начинает бить Резолюшн Он у Фира нет маны на Грейв И отличный размен для Пайката Эх Тем временем на боте Хвост разбирается с Баланаром Который убил Рубика Который, видимо, ну да Решил просто пойти в размены Раз уж делать ему совсем нечего Сакс на топе умирает У нас череда разменов прям по всей карте Много персонажей потеряли сейчас И Эмпайр, и Каливеран Но неприятно то, что Темпларк все-таки погибла Она забрала стаки Купила себе ПТ Но все-таки погибла Но игра довольно-таки динамичная Опять Фанник на топе может погибнуть Есть шарик, нужно ТП Но он почему-то не подождал до конца этим шариком В итоге Фанник примерзает Это очень странно было Shadow Wave от Ноуфира очень много урона наносит И хочет добить Ноуфир соперника Но не может Не может он этого сделать Гирокоптера тем временем еще убили Что происходит вообще? Везде фраги Пока просто происходит движуха Тут битва не на жизнь, а насмерть Shadow Fiend забегает во вражеские леса И забирает те самые стаки Которые делал Алоха для Хвоста А как Shadow Fiend Хвоста убил? Он просто с регеном туда пришел, да? Банально на регене подошел У него не было там ни хасты, ни ДД, ни инвиза какого-то То есть просто как-то по-хитрому зашел в Shadow Fiend И Хвост не предал значения тому, что СФа нет в миде Ну действительно, когда СФа нет в миде Он может банально идти в свой лес и фармить Ты не можешь предполагать, что он прямо на тебя идет Но с другой стороны мы не видели, что там произошло Смотрели, как Фанник выживает на топе Ну вот пока Пайкарт играет очень уверенную игру Он постоял на миде, довольно-таки хорошо топ-1 отворк Забежал во вражеский лес, убил Кора и зафармил стаки Ну а теперь самое время уйти в свои леса Чтобы оставить линию для своих суппортов И они смогут свои шестые лавала набрать Бамбу один против троих Подходит Хвостец, Бамбу подняли и забрали Фанник реализовал свой смоу Очень грамотно он раскистовал свои скиллы, которые у него были То есть он не сразу там шар декинул Не сразу в шар в лес Он все сделал именно в той последовательности, в которой нужно было сделать Поэтому удалось секси-бамбу убить СФ, кстати, покупает интересный артефакт Ну да, этот артефакт поможет ему на воедвижуху Потому что раз уж у нас такая динамичная войда Все что-то бегают, дерутся То может быть и получится Сверху тем временем Никва... Мажет чейной, да Мажет чейной, поэтому На эфира ему тут убить не удастся Да даже если бы он попал от еще иной Грейф тапаут и больше тут станов нет Ну даже же Никва бы не успел его приморозить Да, там даже можно какому-нибудь герою неожиданно перетянуться И лучше всего не рисковать Все-таки Дазлова под вышкой Это самая неприятная цель И здесь Никва молодец, что продолжает аккуратно играть Ночь заканчивается Ночь пережили У бамбу ульта тоже закончилась И теперь самое время имперцам делать ответный удар Набадают на бамбу в паник позиции И нужна еще какая-то... Нужен Shadow Wave очень хороший сейчас от на эфира Он дал максимальный урон со своего скилла Шарик, так, секси-бамбу Трапа взрывается Но здесь пайкат Requiem of Souls Он наносит огромное количество урона Резолюшн, правда, с дабл дэмэджем Фокусит Саксу сейчас Должна быть еще одна трапа Через 3 секунды Фаник застрял в лесах Подходит Нику И Резолюшн тоже погибнет Здесь он прячется Прячется в Мелт Но он мерзнет Узает рефракшн Это ненадолго продлит ему жизнь Потрясающая реализация Shadow Blade Как же пайкату Все-таки свезло то, что Начался замес именно тогда, когда он Только купил себе Shadow Blade Обычно Shadow Fienden Они покупают себе этот артефакт И начинают ходить по карте И искать, где будем сделать фраги С этим Shadow Blade и Requiem И тут, как на блюдечке Empire поднесли ему Но здесь был хороший момент Потому что он бегал в лесах Он не палился Он не показывал до конца Какой артефакт он себе возьмет Может быть, Мека Может быть, там какую-нибудь Санжиашу сделает Довольно-таки популярный артефакт В последнее время Он решил сыграть в аркаду Как вот в Т3 Показывал нам на мейджера И, в принципе, артефакт уже Дал свои плоды И пайкат, как мы видим Очень сильно отрывается От резолюшена Shadow Blade хороший артефакт Потому что в данной ситуации Мы имеем в пике Эмбер Спирита Который наверняка будет покупать Бутс оф Т3 Хотя, погоди-ка У него тут пояс на силу, наверное Никого будет все-таки ПТ делать Но обычно Эмберы покупают Бутс оф Тревел И начинают там сплитпушить И приходить в Зраки тогда Когда это потребуется Когда у Shadow Fendai есть Shadow Blade Это позволяет ему чуть сильнее сплитпушить Конечно, максимальный сплитпуш Ты получаешь при наличии Блинк Даггера С которым очень удобно Там, ну, пропушил линию Блинк, влез и сделал телепорт Когда там особенно нету Всяких баратрумов, да Которые на тебя дают вижен Тебе этот Блинк не помогает Но Shadow Blade в такой ситуации Тоже не помогает обычно Ну, посмотрим Пока Мерспирит знает Что один фарм Ну, как бы Тревела Ему не так нужны Потому что у него есть Второй суперкэрри Это Shadow Fend И им будет с кем делить фарм А Фаник в инвизи Фаника У Пайката не прощай проблемы Подходит Рубик Поднимает его Улетает ульта от аппарата Но Фаник просто красавчик Тем временем Дазл сзади Подрезал секси бамбу Продолжается атака Убили Фаник А Сакс не вовремя подошел Все-таки 3 в 1 поменялись Эмпайр С одной стороны Это вроде бы Ну, то есть Они убили Shadow Fendai Это реально неплохо Они сбили с него Там какие-то Ну, не знаю Стрик, наверное, у него не было Все-таки Нет, был стрик Был у него доминейтинг То есть Они с него сбили стрик Но потеряли трех персонажей Это не очень хорошо Не очень выгодный размен для Эмпайр Правда, в этот момент Герокоптер фармил У Герокоптера практически с Энджиньяша И выход от бамбуна, резолюшина Подходит сюда Вешает сален Срывается Нет, не врывается Эмбер спирит Понимает то, что дальше идти опасно Все-таки все появились И могут прийти за степешечки Так что лучше отойти Насколько же хорош Дазл в пике сейчас у Эмпайр Потенциально он будет Невероятно полезен Потому что За счет Вива Ты можешь бафить свою команду Невероятно жестко Когда ты играешь против Эмбера Против СФа Вив имеет огромное значение Его нужно будет обязательно кастить Ну, даже Приоритет делать Не на вражеских героев А вот именно на своих Чтобы фисты И его тауры СФ И его тычки Не наносили так много дэмэджа Как они могут наносить Я думаю, что мы еще увидим Насколько этот вив будет полезен Ну, с большой вероятностью Да, все-таки герои Довольно-таки хорошие Если они будут жить Темпларочка и Гирокоптер Способны впитывать Огромное количество урона И сейчас Имперцы у нас Играют от защиты Потому что Ночь на дворе И Найсталкер Пока Наводит большое движу В карте О, е-е-е Смотри, смотри Гирота что-то Что-то кажется Тут придумали Но Фаник Рушит их планы Они хотели в Смоуке По-хитрому забрать Рошана Темпларка забирает Очень важную руну сейчас Очень важную С этой руной Можно Навести шороху Но вот только Что делать С Эмберспиритом Контроля пока На него, наверное, не так много Как хотелось бы Убить его быстро Вряд ли получится Тем более Его засейвить могут Вингой Ну, у Эмберспирита Здесь в принципе Довольно-таки Хорошая ситуация Очень тяжело его брать Разве что Какой-нибудь Тасик с блинка Будет нападать Но в целом Никве Ну, Никве Нужно просто дать Вначале хорошей фарм Тогда его будет Очень тяжело Останавливать Пока мы видим То, что Фаник Никву прессанул У него Нетворост Довольно-таки Небольшой Всего лишь 5000 Его догоняет Свой же Найсталкер И ему Оставляют в мид Защищая его Всей командой Ну, гирокоптером Конечно, попроще И фармить на линии И потом В мидгейме Фармить Эмберспирит Начинает много Получать золота Когда БФ Покупает Тогда он Действительно Начинает фармить Быстро А до этого момента Ему тяжеловат Конечно Смещается Эмберсия На нижнюю Центральную линию Понимая одно Что очень быстро Будет падать Шадоуфинд Если буквально На минуту Задуматься Может быть Пойти кушать Тавр сверху То Минус армор От Шадоуфинда Минус армора От Венжи Холлспирит И Рошан Падает моментально Поэтому нужно Не жадничать И выжидать Когда же Клевера пойдут Клевера В свою очередь Не собираются идти Они Этот момент чувствуют И Чтобы кого-то Попробовать Снуть наверх Пайкат Пошел пушить Вот мне кажется Имперцам Лучше на боте Отойти сейчас Потому что Если они там Проиграют драку Они могут Просто Отдать Рошана Алоха Дэнс Ворует у нас Римнанты У Эмбера И вот скоро Должен быть Дизолятору Резолюшн Мы видим То что тут Уже есть Все необходимое В таких ситуациях Нужно взять Смоук И сделать Какой-то Пик-офф Для того Чтобы зайти на Рошана И спокойненько Его забрать Пайкат в инвизе Чекает ситуацию Между Т1 И Т2 Вышкой в миде Вот они Увидели Даззла Который идет Пушить линию сверху Но как мы видим Даззл Он уже понимает Планы Пайката И заранее страхуется А в миде Тем временем Выходит на Резолюшн Подходит Винга Очень хорошо Пробивает Никва Никва улетает С ремнанты Нет Возвращается обратно Вау Ошибочка походу От Никва Пайкат Со спины Ноуфир атакует Ноуфир не успел Среагировать Хотя мог бы повесить На себя Грейф И потянуть время Фанник Здесь рядом Подходит Гирокоптер Дает колдаун ЕГМ скорее всего Погибнет Резолюшн Под действием Рефракшена Не умирает Пока что Много дэмэджа Получает Тускар Тускар умирает Нужно отойти Немножечко имперцам Перегруппироваться Здесь Есть Сенжин Дьяша Два в два Пока что драка Но Алоха Дэнс Подцепил Пайката Здесь должна быть Центря Есть детекшн Пайката стоит убить Он кастует реквием И дважды взрывается Унося с собой В Саверну Всю команду Эмпайра Очень красиво Неожиданно Не успели Не успели Убить Шедл Финда Достаточно быстро И он лопнул Два раза причем Немножко не хватило Были уверены На то что Дамага хватит И там с большой вероятностью Часть героев Смогли выживать Но клевера Подрались Очень здорово Сейчас они Очень сильно врываются При том что Найсталкер все это время Был без вещей Вот мы видим Покупаем себе Фаст Медасик И Бамбу Говорит о том что Он знает что ты Комментируешь эту игру Конечно он Медасик покупает Сейчас игра будет Довольно таки долгой Потому что Очень сильный Лейт Это Эмбер Спирид Шаудо Финн Да и сам же Найсталкер требует Большое количество Артефактов Поэтому здесь нужно будет Очень много выфармливать Ну к тому же Покупать Медас На подобном герое Как Найсталкер Ну функционал От этого сильно не снижается Если у тебя есть деньги На Медас Почему бы его не купить Ты по прежнему Очень плотный У тебя много хп У тебя хорошие скиллы Конечно Можно было бы И Владмирс какой-нибудь Приобрести Или там Аганим Начинать собирать Но при нормальном Стечении обстоятельств Для клеверов В любом случае Появится и Аганим На Найсталкере И какие-нибудь Лотус Орбы Там впоследствии Это 100% правильное решение В этой игре Но вот насчет имперцев Сейчас нужно наказывать Клеверов за подобные артефакты Имеется Shadow Blade На Shadow Fendi И в замесе 5 на 5 Он чуть-чуть проседает Если брать Ну ту же Санжиаш На Герокоптере Также имеется Медас на Найсталкере В то время как У имперцев Очень серьезный запак Это Дизоль на Тимпларочке Ну та же Санжиаш На Герокоптере Все довольно-таки статовые Так что нужно идти Попробовать Днем убивать Радиус фарма Имперцев снижается Да, к тому же Клеверан начинает Вардами заставляться Посмотри у них Вот здесь Варды на миде Все заваржено Они весь периметр Вот на речке видят Поэтому тяжело Куда-то выходить Но вот поэтому Я и говорю Что нужен какой-то смоук Пойти Убить одного Кор-персонажа важного Будь то там Было надо Можно даже Апарейшена забрать Потому что без Апарейшена Ну Клеверана Рошане вряд ли Хорошо подерутся За время его респауна Можно Рошана Быстренько забрать Через Дизолятор Темпларки И в общем-то Идти там дальше Пушить Ну а если ты убьешь Там СФа Или Эмбера Так вообще Будет классно Кстати говоря Сейчас Апарейшен Только что потратил Свой ультимейт Можно идти Ну идти-то можно Но похоже Имперцы будут просто Пушить Ну да 25 секунд Есть у Имперцы Чтобы забрать Мид ДПС у них дикий И клевера Не могут Насколько же Тонкая игра Стоит только Апарейшену Потратить ультимейт Как он сразу же За это поплатился С отсутствующей Вышкой в миде уже И на их месте Вот они С такой легкостью Сломали первую линию Что им нужно Идти дальше И продолжать Вот единственное Что не стоит Идти наверх Потому что Даже несмотря на то Что это Т1 Тавер Но клевера Могут быстро Свой ответ на Рошане Дать Поэтому как-то стоит Попробовать Надавить на Т2 Тавера Не знаю Откуда у Саксы Такие артефакты Смотри У него там Солар Крест У него 7 ассистов Он видимо Последнюю драку Пережил И получил Много золота Он почти догнал Эмбер Спирита Да, кстати У них разница Всего лишь в одну Тысячу И Венга Вот выходит Такого Семикэрри А Саксы Вообще У 4 Сел Кажется Вот именно Такая пятая позиция То есть он обычно Там на Дазлах На Винтер Виверне Играет Ну таких вот персонажах Ну раз уж игра пошла То нужно Что ж Не покупать Теперь Артефакты Да Венга тут конечно Чувствует себя Просто вальяжно Посмотри 1150 хп Есть Солар Крест Из-за которого Ты не сможешь Быстро убить Эсэфа Вот элементарно Еще у нее 20 армора И ну ты понимаешь Что этого суппорта Точно фокусить не стоит То есть для сравнения У Шадов Финда Всего десяточка И имперцам Сейчас нужно будет Очень хорошо Таргеты выбирать Ну и что же имперц Имперцы видимо решили БКБ дофармить Да Причем всем сразу Потому что Довольно таки Большой проказ У клеверов Это и ультимейт аппарата И реквием Офсоус от Пайката Довольно таки больно Они будут Наяривать Но если У вас будут БКБшки То большую часть ДПСа Вы будете Доджить И Да вот Тимпларочка почти готова И у гирокоптера То же самое Но похоже Что решили Не добивать Самое время Попробовать Свои шансы На вражеской территории И может быть Получится кого-то поймать А вот и Пайкат Который фармит Среднюю точку Имперцы ждут Потому что они же могут Его просто убить Сейчас они не стали Его убивать Это была халява Ну немножко странный Мух Да Так уверенно Бежали в смоке Во вражеский лес Как-то забежали На горочку Взяли отличную позицию Где можно Поднимать справа героя Может быть Ловить слева То могли забрать Неужели 4СЛ Прекрасно это осознали Не, я думаю Повезло Может быть Просто не разобреть Что они хотят делать И Алоха В ремнантах Сейчас Такой небольшой Неприятный момент Потому что на Рошане Нету трапы Но все равно Имперцы поняли Что оппонент Забирает Рошана Летит Пульта Фарейшна Попадает он только в Алоху Но этого достаточно В общем-то Он на всех ремнатах Плетает Пытается дать Какой-то ровкаст Но Рошан уже пал Я должен убегать Аегису Шадоу Финда Подходит Резолюшн Есть Блокинг Барна Получает стан Очень много урона В него влетает Один против всех Резолюшн Неплохо Довольно-таки сражается Бежит за Вингой И Винга его свапает Старается убежать Но Винга падает Никва Остался один Резолюшн бежит за ним дальше Никва продолжает кайтить БКБ кончается И отличные фисты от Никва Привязал Резолюшн Шадоу Финд Дает хороший ДПС Егэм бежит ему спину Боже мой Какая невыгодная позиция Для Имперцева Нужно валить Нужен Шадоу Вейп сейчас Но Резолюшн Здесь уже не выживет Да Очень неприятно получилось Для Импайр Смотрим Fight Recup Ну тут он не полностью Отображается Ох Драпа на Рошане Могла бы помочь Конечно Имперцы Вовремя Ну как вовремя Чуть-чуть пораньше Бо они поняли Что клевера Идут убивать Рошана Может быть Они бы туда успели До того момента Как Шадоу Финд Подобрала Егис И тогда бы драка Повернула совершенно По другим образом То есть И Алоха бы там Побольше бы сделал Импакта Так по сути Он туда пришел первый Кинул там серим нант И впитал в себя Максимум дэмэджи И умер То есть по сути Вот в этой полномасштабной Драке Когда клевера уже были С Аегисом Алоха Дэнс Просто Ну его не было Элементарно Он все свои скиллы дал А тут еще с дабл дэмэджем Пайкат Я просто боюсь смотреть на это Очень больно Очень быстро он забрал Рубика Так ну что ж Теперь начинается Неприятная игра Для Имперцев Находится у Шадоу Финда Шадоу Финд запакован У него тут Санджиаша Шадоу Блэйд И может быть скоро Закупится какой-то Блэкинг Бар И приходится Избегать драки То есть в такой ситуации Есть только два выбора Первый Вы тупо идете драться Надежда на то Что вы быстро выбьете Аегис И потом будете наравне играть Или вариант номер два Стараться 6 секунд кайтить Точнее 6 минут кайтить Как убегать от противника Здесь непонятно Потому что Найсталкер Сейчас очень хорошо Своей ночью Противнику Вижен Обрезает То же самое касается Шадоу Финда С лотарчиком И Эммер Спирита С прыжками И фармить по одному Становится просто нереально Да, практически в любой точке Карты Имперцы могут Угибать Ну, если кто-то один Фармит Там герокоптер какой-нибудь И его могут легко Поцепить Но вот сейчас нужно резко Отвечать Клевера идут кушать низ Нужно срочно что-то делать То есть запкопить Они видят Они видят, что у Пайката Нету телепорта И Пайкат Если Ну, он либо пойдет Ломать Т2 Либо пойдет пешком Дефать какую-то другую вышку Но имперцы боятся Куда-то выходить Как-то вот скованно Ребята играют Действительно В некоторых моментах Принимают решения Такие, которые Лучше бы не принимались А когда можно сыграть Ну, смелее Они к чему-то отступают Вот как в этой ситуации С СФом Если бы они его там убили Это был бы Рошан Для Импайр Сейчас совершенно Все было бы по-другому Ну, вполне вероятно Сейчас такой интересный момент То, что команда Играет довольно-таки В зеркальном виде Это одни и вторые Начинает захватывать Вражеские леса Клевера подпушили Т1 И заставили часть Территории здесь вардами И то же самое Сделали имперцы На их половине Теперь осталось Кому-то желательно Надавить на тавр Чтобы заставить стянуться И может быть На этом варде Даже получится Кого-то забрать Офир сейчас Притает гем Для того, чтобы Задевардить все Что так Резолюшина проблемы Бежит они в сексе Бамбу Резолюшина Он не умирал Если бы только Вингай его свапнула Конечно Такое теоретически Могло произойти Вторая вещь Которая усиливает Контроль клеверов На нужной части карты И нашли гирокоптера У хвоста нет БКБ Очень опасный момент Подходит Сакса Вешают Саленс Шаудов Финда Очень хорошо Отоджили Шаудов Финда Но Шаудов Финда Свапнула Винга И продолжается драка Резолюшин успеет Отмечать БКБ Вот делает только сейчас Бьют Эмбер Спирита Но он уходит на Римнанды И остается Винга Винга, которая впитала Один в один Секси Бамбу Нужно забирать Пока он не убежал Хороший ультимат от Пайката Резолюшин понимает Что нужно убегать И Секси Бамбу Пошел до конца Саленс на панике Резолюшин спрятался Его пока не видно Хороший урон по СФ У СФ моментально умирает И ГМ также обживается Сейчас нужен Грейт Обязательно От Ноуфира Да, он наконец-таки Его юзает И Никуа должен погибать Здесь Резолюшин Но нужно постараться Его добить Он все-таки его убивает Реквием оф соус Префракшн Резолюшин просто красавчик Робик ворует Реквием оф соус И дает дебаф Пайкату Но все-таки Пайкат Выживает и убегает Но Резолюшин выжил По-моему максимум Из этой ситуации 4500 урона Он нанес на контраке С ума сойти С ума сойти Как же много сделал Резолюшин И кстати говоря Все могло повернуться Совершенно иначе Если бы Ноуфир Успел повесить Грейв 4-го левела Гирокоптера В том моменте Когда за ним гнались Тут бы успел Скастить Рокет Барадж Флэг Кэнон раздать Сколдаун запустить И кто знает Чем бы тогда Опять-таки все повернулось Но вот в самый последний момент Когда Ноуфиру Ну нужно было Обязательно вешать этот Грейв Он повесил его Да Тут уж Тут уж скажем как есть Но могло быть лучше Так, ну теперь посмотрим Пройдемся по артефактам То, что закупает Пайкат Наблюдая за тем Как же хорошо Тимпларочка разносит Его команду За счет минус армора Покупает для себя Доминатор Довольно-таки хороший артефакт Который дает Немножечко Дэмод же Немножечко Армора При этом ты еще можешь Забрать крипа Вот мы видим Он переманил волка И будет Теперь растанковывать Будет такое Иначе собираться В семье танка Который будет Стоять на передовой Эмберспирита Ну да Эмберспириту пока что Как мы видим Драться в ближнем бою Тяжеловато Все-таки там Один мэлт С дезолятором Он сразу же погибает А если там еще Вив какой-то будет Закастован Будет совсем Разнос Так Геррокоптер у нас Купил БКБ Есть у него Сенжиньяша Дальше Хвосту теоретически Надо приобретать МКБ или Бетерфляй Не знаю Что он предпочтет В этой игре Но обычно Когда у Геррокоптера Все хорошо Он начинает делать Бетерфляй сразу Потому что Понимает в таком случае Что соперник МКБ не купит У него нету необходимости В каком-то быстром Дэмэджи Поэтому можно купить Бетерфляй Но здесь у хвоста На самом деле Не все так радужно Как хотелось бы Наверное ему Поэтому будем Наблюдать за решением Саши Кливера дальше В свою очередь Стараются избегать Сейчас тимфайтов Айгиса у них нет При том что До этого Они Очень хорошо Драку начинали Но имперцы Сумели развалить Их 4 на 5 Раз уж имперцы Могут это делать То самое время Подождать пока Эмберспирит Получит хоть какие-то Для себя айтемы Пока честно говоря У них Игра не пошла У него лишь 0.26 Ну видно что Парень в принципе Танкует и разводит На большую часть пилов Но вот теперь Нужно постараться Как-то пайкату Оставить для него фарм Чтобы Эмберспирит Для себя Какую-нибудь батлфури взял А имперцы Не дают этого сделать Понимает свое превосходство Заходит на Т3 Начинает бить базу И теперь можно Вот так вот Аккуратненько отойти Они просто знают Что у ЕГМа нету ультимейта Поэтому спокойненько Ломают Т3 Ну доломав Т3 Надо наверное отступить Поюзал вип ноуфир Вгрызается в ранжовый барак Резолюшн На нем висит Солар Крест Поэтому часть ударов Он промахивается Но облинкивается На ЕГМа Но получает дизейбл Жмет по КБ Слишком много демеджа Есть Грейв Резолюшн ждет Походит телепортом И спасается Кажется Но тут начинается Просто какая-то катавасия Все убегают Кто может Нет Резолюшн все-таки умер у нас Причем умер на респауне Опарейшн его добил ультимейт Посмотри-ка Да реально он пустил ультимейт Или нет На нем дебаг висел просто Дебаг висел на нем Я думал что он Просто под фонтан попал Ну вот то что я говорил То есть Пока имперцы Еще не имеют Такой критической массы Чтобы можно было идти Пробивать Строго 5 на 5 Потому что Клевера Если хорошо попадут Своими ультами Если сможет Если сможет аппарат Попасть по тому герою На которого кидает грейв То в целом Клевера ему имперцев Должны разваливать Так что нужно играть Очень аккуратно Странно что Нету глимер кейпа Ни одного В команде Имфайр Вот я вижу то что Рубик копит денежку Ну может он на Так Сакси бамбу С дабл дэмэджем Хочется спровоцировать Хвоста нажать БКБ Но БКБ у хвоста нет Да Глимер кейп конечно же Нужен против аппарата Иначе это Смертоносный герой И вот как раз таки Даззлу не помешало бы его сделать Но Даззл за счет Ну Той драки Которую он пережил Он получил много золота И науфир решил Более такой артефакт купить Ну может быть они рассчитывают На БКБшки Все таки Могут попробовать Там хвост резолюшн С БКБ влетать Будут доджи Большую часть прокаста Но всегда нужно помнить то что Тебя могут застанить На тебя могут напасть заранее Ты можешь не успеть Там БКБ прожать Так что Ну какой то Один легкий подсейв На команду Он очень нужен Нужно трабу поставить На Рошана Потому что это не дело Потому что Если он опять так заспавниться Неудачен для Эмпайра И клевера в смоке туда зайдут Опять будет очень сложно Трабу на Рошана Нужно поставить обязательно Это халявный вижен Халявный Вот мопхак Для Ну не мопхак конечно Возможность прочекать Рошана Да вот траба собственно Была только что поставлена Ребята заходят Видят там Собаку Собаку расстреливают Все в порядке Тест доминатор Рошеда Уфиндаун Решил не таскать с собой Примпа Чтобы давать себе демок Решил его опять таки На скаут отправить Ну танцы на Рошане Продолжаются Теперь все что нужно делать Для имперцев Это поставить ворды Ждать линдопланк Еще и сентри Чтобы шалдухин Не смог воспалить И ждать когда же Он появится Чтобы можно было 5 на 5 Резолюшн 5-1 против всех Но тут должна подойти Команда Которая ему поможет Как же больно Резолюшн Он получает Сейчас еще и ультатапарата Правда фанник Его спасает шаром Но здесь похоже Пайкат на него Слишком много демджа Нападает на Никола Пошла трапа Резоль бегает Совершенно в другой части карты Потому что тут уже Скорее всего придется уходить Гирокоптера убили С другой стороны Забрали только одного эмбера Ну в ингу еще убили Но фанник хорошо играет Забирает аппараты Идет до конца В итоге размин у нас Получается 3-3 И ну Резолюшн Уху Все таки да 3-3 драка Ну такое Такое Что у нас Два саппорта погибло И саппорт Хардлейнер кэри И с другой стороны кэри Ну мы видим По файтер капу Что все таки Чуть больше золота получили именно имперцы За счет вот Этого размена Опять таки Вот в данной ситуации Наверное Повезло чуть больше Эмпайр Потому что Ну Рошан не заспавнился Если бы опять таки Был бы сейчас Рошан на карте Клевера бы могли попытаться его забрать Хотя в ингав таверне Наверное один из эф бы не справился Но тем не менее Пайкат идет Рошпит Чекает там Периодически смотрит Заспавнился Рошан не заспавнился А ганим появляется у Найтсталкера И вот сейчас начнутся Темные времена В прямом и переносном смысле Этого слова для Эмпайр Секси Бамбу уже начинает Вгрызаться в Рошана Все это видит резолюшн У него поставлена там трапа Он мигает туда своей команде Могут не успеть Таск находится далеко Может быть Бамбу просто Забежал на Рошана Чтобы согреть ЕГМ Сейчас Сейчас ошибку может допустить Он Только в Алоху попал Айс Бластом Это шанс для Эмпайра Пойти и забрать Рошана Вот прям так вот Пойти и забрать Потому что нет ульта Оперейшена Рискованно Хотя Слушай Неплохо так пробивает Ну рискованно Конечно Не спорю Но надо Надо это делать Потому что нет ульта Аппарата Пытается со всех На эфиру Уже пора кастовать Виф на своих тиммейтов Минус армор пошел Здесь Ремнат Неужели Эмбер ворвется Сюда всем временем Убивают Рубик Обрывается Эмбер Бинга Ворует Айегис Что это произошло Неужели это был фаб Да это был фаб Здесь начинается Просто какая-то Невероятная драка Очень много героев Погибло Эмбер и Залюшин Отправляется в таверну И хвост умирает И это все В размен На одну Вингу Которая своровала Айегис И то своровала Ли Нет она подобрала Айегис Я тебе даже так скажу То есть Рошана Забрали клевера И Винга подобрала Айегис Она его не украла Она его забрала Она его забрала То есть она Вместе со своей командой Рошана и убила И Айегис достался клеверам Вспоминаются те мульки Когда Винга Свапает героев Добивает Рошана Забирает Айегис Из форстафа выезжает Это был супер свап От Саксы Он тут по-моему Сыграл невероятно жестко Свапнул своего тиммейта Подобрал Или не тиммейт Он свапнул Я уже не заметил Кого он там свапнул Но он просто подобрал Айегис И добили Рошана Именно клевера Сейчас тяжелый момент В Имперции будут вынуждены Отдать одну сторону Потому что гирокоптер Мы видим то что Не имеет байбека И нужно его ждать Тимбларочка в свою очередь И хочет выкупаться Без гирокоптера Потому что ДПСа будет не хватать И клевера Т1 Точнее одну сторону забрали Ну все таки Можно сказать то что Драться там надо было Имперцам То есть когда они увидели Что Апарейшн Свой ультимейт отдал Был реально неплохой шанс Там повоевать И байкат зашел со спины Убил Рубика Шанс был такой то что Драться нужно как Если вы заходите на Рошана И два ваших дамагера Стоят в лупе То три саппорта Находится где то На открытом пространстве У врага Найт Сталкер У врага Шадо Хинкс Лотар Эмбер Спирит Который может там пойти И всех повырезать И получается что Если вдруг вас спалили То нужно как-то попробовать Вообще первыми напасть И после этого Рошана Тут еще Секси Бамбу В инвизе С гемом Он может Синициировать драку Нежелательную Для Эмпайр Конечно же Имперцы куда-то бегут Причем достаточно нагло Ну и сейчас Они рискуют Правда Нежелательно это делать Без смока Либо с интри Потому что тебя можно спалить И вот сейчас Секси Бамбу и так палит Ну вот сейчас Секси Бамб показывает То что вишну у них нет И подходит Пайкат Лотари Нападает на Панику У Паника Салин И залетает Хороший От аппарата Без доли Резолют Вингу Винга Итывает Хвост берется С ССФом Один на один Но слишком Большие айтемы И пайкат Хвоста развалил Так же забирает Вингу Все понимают Что нужно убегать И размен Три в один Вот так Да БКБшки были Заюзаны Очень качественно Команда Импайр Ультопарейшн Вообще урона Никакого не нанес Но слишком Много артефактов Пайката У него Статистика 17-2-9 Да и тяжело Там Вингу Даже тут же самую Забирать У нее уже Гост Септер У нее Солвер Крест Нужны МКБшки Ну сейчас Да Во-первых Нужны МКБшки Чтоб можно было Миссы преодолевать И вслед за этим Нужно как-то стараться Нападать в спину Чтоб возможно Вырубать Найс Сталкера Ну или как-то Зафокусить Имбер Спирита Все-таки Имбер Спирит Долгое время У нас был вне игры Но вот сейчас Уже с Баттлфури Барабанщиками Он вносит Довольно-таки Солидный демэж По противникам Прыгнул Очень хорошо ворвался Шадоу Финд Остался красному Бамбу Большие проблемы Его нужно добивать Малое количество хп Фанник бежит за ним Сейчас будут Будут Айщарды Через 3 минуты Резолюшн Юза И трапы И байкат На Довер Отогнал противников Нужно Нужно забирать У байката нету Нету потерпляя Есть бкб У байката Начинает биться Один против троих В итоге Как бы он здесь Не поубивал всю команду Забирает Даска Забирает Еще и И Даза Подходит в хвост И все-таки браво Перцы отдалили Рейдбосса Прожал все-таки Пайкат Свой бутерфляй Он далеко убежал Но Какое-то время Он дрался без своих месов Не успел у него Бутерфляй откатиться Поэтому его там Все-таки магией забрали Тычками забрали А так он мог там Реально еще убить кого-то Хотя он и так Много фрагов сделал Вот очень хороший Размен сейчас получился Теперь когда у врага Нету Айегиса И вы Как бы Как-то дали минус Вот сейчас 70 секунд На месте имперцев Нужно пойти И куда-то поставить варды То что если вот Посмотреть на карту У них Ну видна такая Маленькая часть Вот это Рошан Вард очень скоро упадет И после того как Этот вард падает Все Им вообще Неизвестно Где находится враг Нужно обеспечивать себя Виженом Прямо сейчас Ну все-таки Обеспечивать себя Виженом Против Баланара Очень тяжело Но я вардами Потому что если ты его не обеспечишь То тогда Ну совсем Понятное дело Что это нужно делать Но При грамотной игре Найт Сталкер Он все это дело Будет дивардить Ну а сколько я знаю Гем вывели Поэтому Диварди Сейчас Посложновато будет Бамбу Все-таки Гем достался Дазлу Вот он сейчас Есть у нофира У него есть денежки На новый гем Есть новый И вот Да Вот теперь Ситуация посложнее Сердцем Нельзя втерпать Им нужно как-то Ну постараться Поразмениваться МКБ Появляется У гирокоптера Есть все необходимые Артефакты Ну да Дэмэдж есть чем наносить Это определенно Осталось только Как-то начать драку Выгодно То есть Нельзя распределяться Как-то вот Надо сосредоточенно Нападать Убивать одного И потом уже вот Воевать там С тем что осталось У клеверок В противном случае Мы видим чем это кончается Шадоуфин просто Всех убивает Когда ему дают бить Когда там Все от него В разные стороны Пытаются Разбежаться Он юзает баттерфля И догоняет Элементарно Смок покупает Дазл Что у нас Со следующим Рошаном Он заспавнится Где-то через Три с половиной Шесть с половиной Минут В этом диапазоне Но надо идти Прямо сейчас Пока клевера Еще не очухались После прошлого поражения Не зацепляют Смоком Фаника Довольно-таки Неприятная ситуация Фаннику теперь Нужно как-то Попробовать Излечь из этого Лыготу Может быть Пойти первым И на него забатить Якобы там Фармят Или же еще что-то Но Фаннику Погибать первым Нельзя ни в коем случае У него Владмирс Он должен на работе Резолюшн Кстати Зайдлзом Он прыгает На Пайката Огромный дэмэдж Влетает в Пайкат Но его хватает Сейчас свой тиммейт И да Убили Вингун Прожали два Блэкинг Бара А Пайкат все еще жив Татанник Покупает Пайкат Посмотри что он делает Он просто идет И начинает атаковать Фаста Отличные чины От Нику А Хвост Получает Грейв Но он замерз Резолюшн Пытается добежать до Пайката Тыкает его Но он не может С ним справиться Слишком много У этого героя И спасается Фанник Через Блинкдаггер и Шар Потеряли сейчас Гемы Игроки команды Эмпайра Вот этот вот Внезапный Сатанник Да хотя тут даже Не в Сатанике дело Пайкат бы и так Со всеми бы разобрался Потому что он был На хайграунде Сколько Пайкат нанес Эмбер Спирит Нанес 3000 урона Даже больше чем Пайкат Больше чем Шэдоу Финт Вот тебе и Эмбер Вот этой стратегии Вега Сквадрон Вот подобной стратегии Они играли Очень долго И всех побеждали И мы видим то что сейчас 4 Сиэл Используют ее для того Чтобы обыграть Эмпайра На первой карте Они конечно еще не победили Но все идет именно к этому Но сейчас я бы сказал то что Основная проблема с тем Что до Эмбер Спирита Просто некому добегать Потому что есть кемпларочка Она может у него прыгнуть Но Эмбер Спирит от нее улетает Есть гирокоптер Который кастует кулдаун Узает флагкэнон И Эмбер Спирит опять же убирает Можно убегать Или можно допустим Кого-то убивать И так получается то что Сейчас на Эво героя контроля нет И для имперцев Ну желательно фармить Я не знаю Какой-то дизейбл Легкий Пайкат там Можно с ним что-то сделать Балуется Дразнит резолюшн Своим реквимом Резолюшн мигает на него Но сдаваться тут конечно же Еще не стоит Потому что Вот конкретно Да Ситуация действительно Очень печальная Нету двух линий у Эмпайр Но у них есть много урона Отсутствие двух линий В данной Вот конкретно В данной ситуации Она не означает Проигранную игру Обычно мы видим Что вот Если там 15-20 Там 17 с половиной В данном случае Тысяч нетворса Имеют 4 сел в преимущественную По экспе Такая же ситуация В большинстве Случаев Это означает Вот именно поражение Для той команды Которая столько проигрывает И не имеет двух линий Но здесь Нет Здесь иллюзии сэп Находят Аллохо Дэнс Аллохо Дэнс Все прекрасно понимает Нужно валить Или байтить Но Бамбу его забирает Бамбу бежит дальше Но Фир потратил Свой форстаф Он тоже скорее всего Умер Он юзает вив Тут его Сексибамбу не отпустят Вот это Этого нельзя было допускать Хотя погоди Нет, слабо Ну почти Вот этого допускать было нельзя Потому что Респаун саппортов 50-60 секунд И сейчас 4 сел поломают Т2 И вполне вероятно Что будут заходить Уже на Т3 Но Третья линия будет еще стоять Когда заспавнится Но Фир вместе с Рубиком Вместе с Аллохо Дэнс Может быть Удастся еще сделать Последний рывок Нет Где ж Рапирка хвоста Где ж она Но тут залетает Кстати говоря Декси Бамбу Да, минус Резолюшн Минус Фанник И хвост единственный Кто остался цел Он понимает Что он уже здесь Ничего не изменит ГГВП Отличная игра от клеверов Да, игра получилась Действительно очень красивая От начала до конца Было неясно Кто победит В любой ситуации В любом моменте Могло перевернуться Все с ног на голову Ну я бы похвалил Тимфайты Все-таки клевера Очень много хороших решений Приняли Это замест на Меде Когда Shadow Fiend Убил пятерых Это Замест на Рошане На Рошане Там такая ситуация Произошла Неприятная для Импайра Они вгрызлись В этого Рошана Они должны были Его забирать И если бы Действительно бы забрали Это Макк